Сегодня на утренне, а завтра на литургии, мы молитвенно вспоминаем великомученицу Екатерину, которая родилась в последний третий, третьего века, обладала красотой душевной, сильным пытливым умом не по годам и красотой телесной. Так бывает иногда, в одном человеке сходятся такие дары Божьи. И вот, когда подошло время, ее родители, а отец был правителем города Александрия, это один из самых больших городов Римской империи, расположенной на побережье Средиземного моря, на севере Африканского континента. И вот, когда подошло время, хотели эту девицу, и богатую, красивую, умную, выдать замуж. Но никакие женихи, каких бы ни приводили, ей не нравились, потому что они все уступали ей прежде всего в рассудительности и мудрости. И вот однажды она встретила странника, который оказался известным старцем, обладающий и духовной мудростью, и чистотой. Они разговорились, и старец сказал, что в следующий раз он покажет ей такого жениха, который будет не только ее достоин, но гораздо выше ее. И вот в тонком сне девица Екатерина видит младенца Христа, который отворачивается от нее, ей хочется взглянуть в его лицо, но это не получается. И слышит голос Пресвятой Богородицы, который держала младенца на руках, о том, что иди к старцу, он тебе скажет, что нужно сделать, чтобы увидеть лик младенца. И вот Екатерина отправляется вновь к старцу, и тот посвящает ее в тайны христианской веры. После этого она принимает крещение, и вновь в тонком видении, которое совсем нельзя назвать сном, она уже видит бога младенца, который милостивно на нее взирает. А Пресвятая Богородица, а потом младенец одевает ей на руку перстень, и тогда Екатерина понимает, что она обручена именно этому жениху. А земного у нее уже не будет. Она во многом изменяет свою жизнь, становится еще более скромной, смиренной, жертвовательной, милосердной. И вот однажды город посещает соправитель Диоклетиана императора Максимиан, который в это время занимался тем, что гнал христиан. Это было последнее до Миланского дикта гонение с 303 года по 305. Но гонение было жесточайшее. И вот Максимиан, для того, чтобы проверить людей на лояльность к язычеству, всех собирают для приношения жертв, а Екатерина, вместо того, чтобы принести жертву, начинает очень просто и ясно обличать глупость поклонения мертвым идолам. И говорит о Боге безначальном и пресносущном. Максимиан разгневался, но гнев свой сдержал и пытался сначала лестью, уговорами, обещаниями склонить девицу к принесению жертв. Но это было совершенно бесполезно. Тогда он привлек к себе в помощь тех людей, которые считались мудрыми. И они с философской точки зрения пытались доказать Екатерине ее неправоту. Но как мы, надеюсь, завтра услышим в евангельском чтении, в котором Господь говорит, положите себе на сердце, заранее не обдумывайте, что вы будете отвечать. Но я дам вам уста, я дам вам мудрость, то есть дам вам дар слова и дар Святого Духа, который научит вас говорить так, что никто не сможет противостоять вам. То же самое произошло и в беседе девицы Екатерины с несколькими десятками мнимых мудрецов. Всех их она опровергла, можно сказать, используя их оружие, логику. И после этого к ней уже с уговором и не приступали, но стали приступать с угрозами. Они побили, бросили в темницу, потом хотели колесовать, но колесо разлетелось в дребезги, изранив часть мучителей. И в это время, в одну из ночей, когда Екатерина проводила в темнице, пришла супруга Максимиана Августа. И после разговора ночного с девицей Екатериной, она также приняла христианскую веру. Поэтому, когда начались новые мучения, она встала перед своим мужем и обличила его в жестокости и в глупости. Также встал Стратилат, то есть военачальник Порфирий, с ним 200 воинов и исповедовали себя христианами. Все они, в том числе и жена Максимиана, были быстро казнены. Это отношение к своей жене, к своим военачальникам и воинам Максимиан проявил. После этого уже ничто его не останавливало, чтобы казнить и Екатерину, которая предала душу Господу. И время ее кончины до сих пор до конца неизвестно. В календаре очень расплывчато написано 305-313 год. Это достаточно странно, потому что гонения на христиан, они были как раз с 303-го по 305-й. Возможно, как раз 305-й год или 304-й и является тем временем, когда великомученица предала свою душу Господу усеченной мечом по римскому обычаю. До Миланского Эдикта оставались считанные дни, считанные годы. И может показаться, вот если бы жизнь Екатерины продлилась до Миланского Эдикта, сколько она могла полезного для церкви совершить. Но Христос говорит о том, что будете ненавидимы за Мое имя. Говорит он апостолам. Но, конечно же, ко всем мученикам это также относится. Будете ненавидимы за Мое имя. И предадут вас ваши близкие, родители, братья, друзья. И некоторых из вас умертвят. Но каждый волос на голове вашей сочтен. И ни один волос головы вашей не пропадет. То есть, никакое мучение, никакой труд, никакое дело, соделанное ради Христа, как бы внешне оно не казалось несвоевременным, но если это сделано ради Христа, то тогда все это будет на пользу церкви, во славу Божью, и во спасение того человека, который само дело совершает. Это относится, конечно, не только к мученикам, не только к великомученице Екатерине, не только к апостолам, но и ко всем нам. Конечно, в малой мире, но и наше терпение, оно ведет к спасению. Потому что Христос говорит в терпении вашем, спасайте души ваши. А что же Максимиан, по прозвищу Геркулес, он оставил престол в 305 году, но вскоре вновь вернулся в политику и узурпировал власть. Но в 310 году был разбит будущим императором Константином Великим в Галлии, после этого повесился. А что же стало с великомученицей Екатериной? Обрели ее часть мощей и перенесли их в монастырь на Синай, монастырь, который носит ее имя. И там покоятся ее честные мощи. Кто был в Египте, кто был на Синае, то наверняка побывал и в этом монастыре. Одном из самых древних, носящих имя, это Великой Святой. Надо сказать, что Раку к ее мощам прислал впоследствии Петр I. Вот память, какой святой, мы совершаем. И, несмотря на высоту ее жизни, и основываясь на том евангельском чтении, которое положено в этот день, мы можем и для себя извлечь много благодатной духовной пользы. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо.